всем привет сегодня 29 марта 2021 год киевской области моя теплица небольшое видео посвященное моим лайм квад там у меня их два значит сейчас я вам покажу нашла тут с трудом место куда можно поставить свободное более-менее это товар из вот у меня он такой пышненький и вот юсти с более изящный значит оба у меня с маленьких прививочек с маленьких саженцев значит где-то около четырех лет они у меня может внутри с половиной где-то я так точно уже не помню там до месяца потому что не отмечено у меня но более трех лет немножко это точно значит сначала они у меня росли в доме потом когда появилась теплица естественно переехали сюда значит плоды с них уже отвалились вот я их пособирала поэтому решила в общем-то и показать уже в каких конечно тесных условиях жалуюсь не могу потому что уже конечно хочется хоть что-то вытащить на улицу чтобы как-то здесь проведить даже толком и подмести невозможно и убрать невозможно вот сегодня здесь лазила в этих зарослях обнаружила что вот нападала плодов думаю покажу тогда заодно и расскажу немножко значит эти оба лаймкват это гибриды мексиканского лайма только товары с гибрид с кумкватом маргарита а юстис это гибрид с кумкватом японика вот соответственно видите какие у него круглые плоды это юстис и закругленные такие вот овальные листочки вот товары с он похож на маргариту вот такие вот плоды у него более оранжевые юстиса желтые эти более оранжевые такие же продолговатые и листочки похожи на листочки маргариты оба лаймквата довольно неприхотливые никакого мне никаких хлопот никаких таких особых проблем чтобы я вот переживала и там туда-сюда пересаживала как-то вот за них особо нервничала ну то есть растут себе да и растут в общем-то никаких проблем зарослях они здесь у меня вообще таких находились можно сказать даже в затенении и в общем-то ничего так себе чувствует понятно следы клеща наблюдаются везде вот как же без этого вот на товаросе еще и червец у меня обитал вот ну я вам хочу сказать что я его изводила и когда извела то есть не листья он не сбросил как-то не особо страдал вот после всего этого лечения то есть нормально себя чувствует довольно пышный вот оба растения еще раз повторюсь неприхотливые они довольно таки холодоустойчивые они где-то в чем-то у себя показали даже немного теневыносливыми конечно все растения любят яркий свет все любят солнце не прямое но рассеянное яркое но не всем нравится затемнение потому что как бы вот допустим некоторые растения ну кто на окне то понятно больше всех света им достается некоторым не очень хорошо вот у меня там допустим пострадавшие такие немного есть вот тот же урал тот же кстати говоря помела чандлер например вот но есть и есть такие несчастные которым было плохо то есть в принципе ланькваты ничего так выдержали в общем неприхотливые растения вот я думаю что не я одна такого мнения растения очень популярные они недорогие очень распространенные нередкие то есть практически может быть почти что у каждого какой-то из этих ланькватов присутствует дома значит или в оранжерее и предлагают их постоянно к реализации то есть даже цитрина их постоянно продает ну в общем такие вот себе растения можно для новичковых использовать запросто нет конечно уморить можно любое растение и даже неприхотливое но в принципе все равно эти растения в общем то более неприхотливы чем какие-либо мне по крайней мере так показалось значит вот плоды такие значит покажу вам вот эти вот как я уже говорила смахивающие на маргариту более оранжевые это плоды товары слаймквата товар из а вот эти вот желтенькие кролешки это плоды вам хватаю стис вот они в спелом состоянии вот так выглядят иногда значит бывает если много солнца то товар из он еще более такой как бы оранжевый становится ну то что касается вкусовых качеств я уже и в ту раз пробовала юстис он имеет немножко горьковатую шкурку он какие-то как по мне такие вот присутствуют в шкурке дополнительные эфирные масла вот такой специфический как по мне они конечно обе писательные жутки это просто уже еще раз для сравнения кислые кислые оба страшно как для меня но все-таки от лаймкват присутствует один из родителей в принципе оба родителя кисловаты вот но мне товар из нравится все-таки больше он него шкурка не горьковатая более такая как немножко даже сладковатая вот оба оба в этом году у меня семечками в товар из и вообще полно вот такие вот они плодики товар из бывает у него плоды покрупнее потяжелее соответственно что-то у меня мои сказочные весы на на батарейка села ну видите 12 грамм этот вообще будет малютка будем говорить 9 округлим кто-то пришел пришла собачка жужа здрасте значит вот так вот они выглядят еще раз я вам покажу так чтобы подытожить опять же никакого такого исключительного ничего я о них вам рассказать не могу за исключением того что это два довольно таки неприхотливых растения цитрусовых вот которые имеют кислые плоды очень кислые для меня это очень кислые но товар из мне поприятнее то есть я хочу сказать что товар из он допустим порезать там брать эти косточки его даже можно как вот лимон использовать именно его есть можно юстис мне вот честно говоря есть не особо хочется вот это вот у него эфирность какая-то присутствует и какая-то горчинка не очень мне нравится и он менее сочный как по мне то есть мне товар из более сочный но вообще я такое прочитала что какие-то генетические исследования проводились и считается что товар из он даже не от лайма а все-таки от лимона то есть насколько это правда я не знаю но кислый все равно безумно но но за счет того что у него более приятная шкурка он более но более как бы комфортный чем юстис вот мое лично мнение не знаю как бы вам правильно так вот объяснить еще более более как бы чтобы это было объективно что ли но все равно получается в результате субъективно потому потому что я не люблю кислое но в принципе значит их можно использовать в общем-то все точно так же везде там же где вы используете лимоны в общем вот так бы я сказала то есть кулинарии и опять же запросто в тот же чай вот я кстати говоря лаймкват и вот каламандин и кумкват и кое-какие я использовала делала из них варенье очень кстати вкусная очень вкусная и вот эту всю кислятину вот то что я перечислила даже хорошо добавлять в варенье которое вы варите допустим из чего-то сладкого например персиковая вот у меня просто много растет персиков и не все мы можем их съесть вот я поскольку варенье сам персик сладкий добавляешь сахар он еще более сладкий становится а когда бросаешь что-то вот такое вот кислое прямо вместе с цедрой только нужно семечки убрать и получается очень-очень вкусно довольный запах и и вкус такой оттеняет так хорошо вот эту сладость приторную очень классно в принципе может сказать что это может это растение может заменить лимон конечно понятно что плотики маленькие но вместо лимона можно использовать запросто вот свое мнение я вам сказала больше мне нравится товарес чем юстис вот и он у него плодов хотя юстис может быть это он у меня вот такой изящный видите почему-то может быть кстати говоря если у кого-то есть оставляйте комментарии рассказывайте про свои растения интересно будет сравнить вот может быть плохо видно конечно лучше бы его поставить на какую-то на темную на светлую стену чтобы на заднем фоне ничего не было заднем плане но не получается вот а товарес пышный еще раз повторюсь растения неприхотливые довольно урожайные вот без всяких заморочек без всяких понтов ну и опять же по вкусовым качествам кислые кислый один и кислый второй но товарес поприятнее так что вам выбирать как говорится пробуйте так что если у вас есть такие растения рассказывайте оставляйте комментарии всего хорошего спасибо за внимание до свидания